Привет! Комусь ци осень подобается своей поэтичной пригожостю, комусь ци отсутностью спекоты, а восьмяне гэта пара радует багатцем на наших столах садовины и агароднины. Слова «бурак» широко паширана в Беларуси и ведома на всю ее территорию. У сучасной беларускай мови оно обозначае агародную рослину семейства лебедовых, а так само коронеплоды гэты рослины. Некоторые ученые личат, что назва «бурак» походят от слова «буры», что связано с ковером гэты рослины. Однако докладной версии относно похожей на слова нема. Как правило, вживается форма «бураки» – множноликовая сборная форма такого назовника. А зараз возьмемся за салату. Не веду я к вам, а мне больше, господоба, когда дадать сюда цыбулю. Слово «цыбуля» утворилось в латинской мове «цепуля», якое затем перейшло в середневерхненемецкую форму «зиболля», а тогда махчима праспольскую трапила в беларускую. Слово «цыбуля» мае форму цыбуліна, якой обозначают спотовщенную подземную частку некоторых рослин. Например, цыбуліна гладиолуса тетюльпана. У словнику «насовичу» середня 19-го стагодзя слово «цыбуля» уживається в двох значениях. У значениях відомой нам рослины, а яще у переносном значениях – пранейкого неразумного чалавека. Він зафіксував такий факт, що цыбуля – як ти мог гэта зробіць? Помідоры, цыбуля. Заправлять салату буду аллеем, які, як ви видите, виробляють со слонечника. Свою назву слонечник отримав от сонца, бо у нікатарых діалектах беларускай мовы зафіксована і такая форма для обозначення небесного святіла як «слонца». Латінская назва навуковая гэтай рослины – «гіліантус». Як лічать ітомологі – гэта так само усе узыходзіць яща до гречаскай мовы, дзе так само обозначынні слова «сонца» як «гіліус». Соня у нас отримався, а маль што, кулінарный випуск. Я і пра слово розповів і поцілкавався. Усяго добрага, смашны есті! Підчинника